Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну, еще раз скажу, что в первую очередь выражаю соболезнования родителям ребятишек, которые чудовищно даже произносить погибли в этой страшной бойне в школе в Казани. Еще раз скажу, что город для меня совершенно не чужой, там живет огромное количество у меня родственников. И это был шок вчера, когда во время прогулки по улице я увидел, что там происходит. Значит, сейчас очень многие задаются вопросом относительно того, вменяем, не вменяем этот. Значит, я даже не знаю, как сказать, никак не буду говорить. И вы знаете, мы с вами поговорили о том, как он мог с ружьем дойти по улице, порассуждали о тотальном равнодушии, в общем-то говоря, да, то есть можно долго и упорно ругать всех, но если мы не интересуемся, почему по нашей улице идет с ружьем непонятный человек и машет руками всем, то я думаю, что, конечно, мне кажется, стоит задать вопрос, а виноваты ли все те, кого мы ругаем? Может быть, все-таки частичка вины на нас есть? Тогда почему мы не открываем дверь, когда в подъезде кричат «помогите»? Ну, время такое, говорят, но время-то, наверное, мы определяем, хотя, не знаю, вопрос такой открытый. Кто хочет, поделитесь в комментариях своим мнением. И многие задают вопрос сейчас, вменяем, не вменяем, какую ответственность он понесет. Друзья, ну, нужно понимать, что преступление против личности, в данном случае, это особо тяжкое преступление, дети. Естественно, что здесь, я думаю, что высшая мера наказания, так как у нас мораторий на смертную казнь, то, естественно, это пожизненное заключение. Я думаю так, предполагаю, это только суду, конечно, решать. Почему? Потому что, ну, извините меня, это то, что человек, вот, если называться человеком, просто не может осмыслить, не может осознать, не может даже переварить эту информацию. Это невозможно просто представить. Просто я увидел фотку, где вот из этого класса дети лежат. Друзья, ну, я не знаю, я полчаса потом лежал, и я не мог, просто у меня в голове крутились родители этих детей, в будущее. Просто будучи отцом, понимаете, это невозможно вообще, осмыслить даже невозможно. Вот я только что наткнулся на новость на ленте, новость час назад. Психиатр описал состояние устроившего стрельбу в казанской школе. То есть, вы же понимаете, если невменяемый, наверняка психолого-психиатрическая экспертиза будет, если признают невменяемым, то на лечение в соответствующем медицинское учреждение. И это лечение может там, сколько я не знаю, происходить, но, тем не менее, человек, или не человек, не человек, лучше я скажу так, да, просто как-то нужно сказать, обозначить его. Не человек, получается, он не будет сидеть, а будет, соответственно, находиться в больнице. Если вменяем, то будет сидеть, я думаю, что, ну, я предполагаю так, пожизненное, где-то в очень там серьезном заведении, где, знаете, вот можно долго рассуждать, но первое, что приходит в голову, детей все равно не вернешь. Какой смысл говорить об этом? Ну, мы должны говорить, я считаю, потому что мы должны, если, понимаете, если мы будем молчать, то будет как обычно. Пошумели, когда случилось, и опять бабушки сидят, охраняют. Понимаете, вот в чем вопрос. Делать нужно вчера, все, абсолютно. Вчера нужно, уже сегодня поздно уже. Ну, вот что пишет, состояние, устроившего стрельбу в казанской школе номер 175 19-летнего Ильна за Голливиева, похоже на шизофрению. Сейчас получится, что они его признают, я так понимаю, невменяемым. Но это мое мнение, я насколько вижу, да? Об этом сообщил психиатр Игорь Лазарев, исходя из допроса стрелявшего, передает телеканал «Звезда». Вот что говорит психиатр, он выкрикивает фразы, причем иногда речь у него разорвана, это тоже симптом психоза. В общем, это все говорит об остром психотическом состоянии, которое может быть при разных заболеваниях. Часто такое бывает при шизофрении. Я не знаю, но разорванная речь, кричит он там. Во-первых, у него у самого вот это вот эмоциональное перевозбуждение от того, что он сделал, разорванная речь. То есть, но не знаю, может ли оно так быстро развиться, какое-то несостояние вменяемости. А то, что он там постил, что он бог, что он там, ну он так заявил, что там будет много жертв и так далее. Ну это же тоже можно все делать для того, чтобы невменяемым признали. Не знаю, специалисты решат, наверное, им виднее. По словам Лазарева, в речи подозреваемого можно проследить негативное отношение к матери, которое часто проявляется у больных шизофрении. Также считает врач фразы, стрелявшего о том, что он осознал свою миссию, считает себя богом, свидетельствует о систематизации бреда, который приобрел определенную систему, структуру, подчеркивает психиатр. Ну, друзья, не знаю, пишите ваше мнение, мне кажется, что, еще раз скажу, специалистам виднее, я лишь свое мнение высказываю, но мне кажется, что, понимая, что делается, понимая, что исход, он же шел, он же понимал, он готовился, да, то есть неадекватный человек, это человек, который вот, ну он вообще, сложно ему будет там, слушайте, он получил разрешение, он получил оружие, он изготовил там самодельные какие-то боеприпасы, или что там еще, значит, он шел, он махал руками, то есть, понимаете, невозможно утром проснуться невменяемым, да, а вчера быть вменяемым. Планирование этого дела, введение, значит, соответствующего социальной сети соответствующей, где он там все это публиковал. Понимаете, невменяемый человек с трудом будет вести социальную сеть, даже невменяемого содержания, так скажем. Поэтому мое мнение, что, не знаю, это просто мое мнение, еще раз скажу, специалисты будут разбираются, что он просто знал, что есть два варианта, да, либо его ликвидируют, либо он будет сдаваться. И отметьте, я вот вчера читал в СМИ, пишут, что как только подъехали полицейские и так далее, он вышел и сдался. Ну, это полностью соответствует с его психологическим портретом, согласуется с его психологическим портретом, который сообщали у учителя, что он был тихий, так сказать, не общался с шумными компаниями, вот. Ну, все, трусоват. В том смысле, что полицейские подъехали, он вышел. Жизнь своя, он ее понимает, он ее осознает, ценность своей, его жизни. Невменяемый человек, который с шизофреническим бредом, он навряд ли будет осознавать ценность своей жизни, он выбежит, не знаю, мне кажется, им будет все равно. То есть, это мое мнение исключительно, еще раз скажу, мне так кажется. Субъективное, оценочное мнение. Поэтому я не очень согласен здесь с психиатром, я считаю, что он абсолютно вменяем, абсолютно считаю, что он осознавал то, что он делает, и это мое мнение, что он должен понести наказание, самое что иное суровое, согласно тому, что, я не знаю, это ужасно просто, абсолютно. Значит, ранее бывшая учительница Голивиева заявила, что крайне удивлена произошедшим, так как в школьные годы молодой человек был спокойным. Учительница, которая в течение четырех месяцев была классным руководителем юноши, также отметила, что Голивиев во время учебы был тихим хорошистом, который не общался с шумными и «крутыми» компаниями. Значит, ну вот тихий хорошист, понимаете, то есть, еще раз скажу, то, что он вышел и сдался, говорит о том, что ценность своей жизни он осознает, планирование и так далее. Я не знаю, я не… ну, понимаете, ну, у меня есть вопросы какие-то, я не хочу их и не могу озвучивать в личном пространстве, время такое у нас, но у меня есть вопросы, например. Ну вот, поэтому, друзья, тоже аккуратно пишите комментарии, да, но я думаю, что вот эти моменты нужно сказать, проговорить. Вчера я не снимал, потому что день такой вчера, это же ужас какой-то просто. А сегодня, я думаю, что нужно обсудить это. Вот такие новости. Вот психиатр осмотрел. Я так понимаю, что это не психолог и психиатрическая экспертиза, это просто допрос с психиатром. А сейчас, наверное, повезут куда-то экспертизу делать. Друзья, с вами был Будда Гришна. Всем пока, до встречи.